Сегодня мы будем говорить про лекарственное лечение меланомы кожи. И, безусловно, эта тема в последние буквально 5 лет получила существенное развитие, существенные изменения. У нас произошла буквально революция в лечении меланомы кожи, которая, можно сказать, на сегодняшний момент уже свершилась, и дальнейшие изменения уже не столь бурные. Но, тем не менее, мы можем действительно повлиять с помощью лекарственного лечения на судьбу пациенту, который страдает данным заболеванием. Итак, начать я хотел бы с того, когда мы вообще применяем лекарственное лечение. Безусловно, это основное лечение для пациентов с распространённым процессом, то есть в 4 стадии с наличием отдалённых метастазов. И здесь у нас довольно-таки большие возможности. На сегодняшний день у нас в первую очередь есть различные виды иммунотерапии, такие, как ингибитор ПД-1, ингибитор АЦТЛ-А4 препарат, это я чуть позже на сабу. Но и для пациентов с мутацией у нас есть возможность таргетной терапии, направленной на эту мутацию, это БРАФ-ингибиторы в сочетании с МИК-ингибиторами. Безусловно, остаётся опция химиотерапии, однако она несколько отошла на второй план, но, тем не менее, это одна из возможных вариантов лечебных опций, которые тоже могут быть использованы у таких пациентов. Другое большое направление лекарственного лечения – это профилактическое лечение, то есть лечение пациентов, у которых с помощью хирургического вмешательства полностью удалена опухолевая масса, но у которых остаётся очень высокий риск дальнейшего прогрессирования процесса. Это пациенты, начиная со второй В стадии, здесь вторая В, вторая С и вся третья стадия. На сегодняшний день здесь тоже достаточно большое количество препаратов есть, которые уже доказали свою эффективность, доказали свою способность изменить судьбу кациентов, улучшить продолжительность жизни, улучшить их результаты лечения и предотвратить смерть от меланомок в дальнейшем. К этим препаратам относятся прежде всего иммунотерапия, те же бротенники-ингибиторы, ну и несколько на втором плане, ещё сохраняя свою функцию в рекомендациях, является препарат интерферона-альфа. Что хотелось бы отметить? Безусловно, препараты в лечебных режимах, в профилактических режимах, это практически одни и те же самые препараты. Разница лишь в том, что есть тенденция к большей эффективности этих препаратов в профилактическом режиме с одной стороны, и с другой стороны в профилактическом режиме они назначаются ограниченной подлительностью времени, это более короткое лечение. И, безусловно, лучше не откладывать их применение на дальнейший этап, а именно использовать тогда, когда уже мы можем их применять. Для ранних стадий профилактическое лечение сейчас не назначается. К ранним относится первая стадия меланомок, то есть это очень тонкие опухоли, толщину до 1 мм, или чуть более толстую опухоли, но тоже не имеющие негативных, неблагоприятных факторов, таких как изоязвление, например. Для этих пациентов достаточно просто хирургического лечения и наблюдения. На сегодняшний день нет средств, которые доказано бы изменяли прогноз у пациентов с такими маленькими тонкими опухолями. Чтобы выявить такие опухоли, надо своевременно обращаться, и тогда достаточно простого хирургического вмешательства может быть достаточно, чтобы полностью вылечить это заболевание. Поэтому здесь деятельность самого пациента очень важна. Начать я бы хотел с таргетной терапии. Что это такое? Таргетная терапия – это лечение, которое направлено на конкретную мутацию, то есть на генетическую палубку, которая жизненно важна для развития меланомок. Мы её, собственно говоря, пытаемся закрыть с помощью специальных лекарственных средств, и, как правило, это даёт очень неплохой результат, и, что важно, это даёт быстрый результат. Здесь на рисунке мы видим, что размеры опухоли изменяются не так быстро, как изменяется общее состояние, улучшается самочувствие пациента. То есть, в принципе, какие-то позитивные сдвиги многие пациенты видят уже на следующий день после начала лечения. В течение ближайшей недели, как правило, уже понятно, есть эффект симптоматический, нет эффекта симптоматического. Но, к сожалению, это лечение, которое сопровождается и некоторыми нежелательными явлениями, которые тоже могут появляться очень быстро. Что касается вероятности развития эффектов, конечно, это лечение, если не гарантированно, то с почти гарантированным эффектом. Здесь приведены разные препараты, которые существуют на сегодняшний день. Виморофеник и Даброфеник являются ингибиторами прав. Они желательно, чтобы менялись в комбинации с медиингибиторами, кабинетинилом и терметинилом. Здесь вы видите различные комбинации, их эффект. Комбинированная терапия всегда более эффективна. У нее большая частота частичных японных регрессов, которые дольше длятся. Здесь есть препараты, которые еще пока не зарегистрированы у нас в стране, но, тем не менее, думаю, в какое-то время все равно появятся. Но что мы видим? Любой прав иметь ингибитор, любая... Очень большая вероятность, доходящая иногда до 100% получить эффект. У нас высокая вероятность получить глубокий и быстрый эффект. Единственная проблема с этим эффектом то, что он, к сожалению, длится не так долго, и лишь небольшая пропорция пациентов получает длительную пользу от этого лечения. Хотя в среднем мы знаем, что это средство, которое помогает нам получить эффект здесь и сейчас, и на относительно продолжительное время. Комбинированная терапия длительность эффекта, как правило, более года. Много или мало? Сложно сказать, но это намного больше, чем может дать химиотерапия. Что касается... Поэтому это не таргетная терапия, это такое средство пожаротушения. Это средство применяется в тех ситуациях, когда опухолевая масса довольно-таки велика, когда опухоль очень быстро растёт, когда нам надо получить эффект здесь и сейчас. Если же у нас есть какое-то время, то есть не такой быстрый рост опухоли, не такая большая опухолевая масса, возможно, то мы можем подумать о иммунотерапии. В целом иммунотерапия – это один из старейших метров лекарственных терапий до качественных опухолей. Его история насчитывает от 100 лет и больше в зависимости от того, что считать. И, безусловно, очень интересный сам принцип метода, то есть вовлечение собственных сил в организм, в борьбу с болезнью. По сути, цель иммунотерапии не столько в том, чтобы подавить как-то опухоль, сколько в том, чтобы настроить организм и помочь ему в борьбе с этой опухолью, потому что организм в курсе, что у него проблемы. Что у нас есть для лечения меланомы на сегодняшний день? У нас есть три зарегистрированных антипедиадин препарата – неволюмаб, пембролизумаб и пронгалюмаб. Последний из этих препаратов появился буквально в прошлом месяце, был зарегистрирован в стране, и это отечественная разработка, которая не уступает предыдущим тву, в принципе. У нас есть один и всего лишь препарат – антицетеля 4, пеллюмаб, и у нас сохраняют свое значение цитокин и троферональф. Вот это те препараты иммунотерапии, которые у нас есть сегодня, которые мы используем активно в лечении пациентов с меланомой. Что надо понимать по поводу иммунной системы? Иммунная система – это не только система защиты. Раньше мы считали, что иммунная система нам нужна для того, чтобы защищать организм от инфекций, прежде всего бактериальных, вирусных, ну и заодно, возможно, считалось, что заодно возможна защита от опухолевых клеток. Однако на сегодняшний день мы понимаем, что иммунная система – это система регуляции организма, это такая же регуляторная система, как нервная система, как антиокринная система. Это одна из трех ключевых регуляторных систем, которые работают и которые имеют в своем арсенале возможности, как помочь опухоли расти, так и подавить опухолевый рост, полностью исключить этот опухолевый рост. Поломки в этом сложном механизме, они, как правило, всегда имеют место быть при злокачественных опухолях. Какие-то нарушения иммунной системы, они есть практически постоянно. Кто у нас есть в иммунной системе, что они делают? У нас есть эффекторы, специфические и не специфические, это своего рода солдаты, которые позволяют либо целенаправленно уничтожить какую-то клетку, либо просто следят за внутренней средой организмом и как раз все подозрительно уничтожают. У нас есть регуляторные клетки, которые своего рода чиновники объясняют, кому куда идти, что делать. У нас есть и не в темп презентирующие клетки, так называемые учителя. Все эти клетки участвуют в противопухолевом умном надзоре. Все эти клетки, с этими клетками, мы можем манипулировать с помощью иммунотерапии, чтобы улучшить эффективность лечения, либо заменить эффекторные клетки, либо мы можем постараться отключить регуляторные клетки современной иммунотерапии, антикоти-1, адицит-4. Именно в этом и имело успех, что мы стали воздействовать на тормозные пути и растормаживать иммунную систему, то есть давайте работать дольше. И тогда мы получили эффект. И есть интегент-презентирующий клеток. Мы тоже можем обучать иммунную систему бороться с опухолем. Это тоже надо делать. Почему иммунная система, казалось бы, такой огромный механизм, который прекрасно всё знает? Почему опухоль всё-таки может убежать от иммунной системы? Но причин здесь может быть несколько, и часто есть все эти причины. Во-первых, опухоль может замаскироваться или спрятаться от иммунной системы. Проблема в том, что те поверхностные молекулы, которые есть на опухолях, они не особо специфичны. Их может быть не так много. Они могут быть не очень иммуногенны. Они могут быть просто невидимы для конкретной иммунной системы. То есть изменения происходят в тех участках белков, которые иммунная система не контролирует. У нас может не хватить просто сил иммунной системы, если уже значительная опухолевая масса, то иммунная система не справляется. Если опухоль быстро пролиферирует, иммунная система может не успеть справиться, не успеть реализовать все эти механизмы. Ну и кроме того, большая опухоль часто сама по себе начинает дирижировать иммунную систему, своего рода коррупция, то есть она привлекает клетки иммунной системы для того, чтобы они помогли ей расти, чтобы они отключали другую часть иммунной системы, которая хочет, в общем, побороться с опухоли. И вот с этими факторами нам приходится иметь дело, когда мы назначаем иммунотерапию. Фактически иммунотерапия – это попытка сдвинуть баланс отношений между опухолей и иммунной системой в пользу пациента, то есть чтобы опухоль подавлялась, уничтожалась, и этот эффект был как можно более длительным. Однако такая сложная система не может быть включена как лампочка. Для включения, для прохождения всего пути от распознавания опухолевого антигена до уничтожения опухолевого человека требуется время. Поэтому, начиная иммунотерапию, мы понимаем, что не всегда мы получим эффект быстро. Часто у нас требуется очень длительное время до наступления эффекта, особенно если нам надо, иммунной системе надо научиться заново распознавать опухолевую клетку. Однако, если уже это случилось, если иммунная система научилась, по крайней мере, сдерживать, а еще лучше побеждать опухоль, то мы можем и вправе ожидать, что эффекты будут длительные. Фактически, именно это является главным преимуществом иммунотерапии, что достигнутый эффект может держаться длительно. И он может держаться длительно даже после окончания иммунотерапии. То есть мы пациента лечить, прекращаем, а эффект сохраняется, сохраняется годами. Таких случаев сейчас все больше и больше. Современные методы, комбинированные методы. Они позволяют увеличить вероятность этого эффекта. Они позволяют при более короткой длительности эффекта получить желаемый результат. Поэтому современная иммунотерапия, она всегда конечна. Назначаем мы ли ее в профилактическом лечении? Назначаем мы ли ее при наличии опухолевых очагов отдельных? В тех и других случаях мы праве ожидать, что иммунная система справится. И после окончания лечения отлительность лечения на современной иммунотерапии не превышает двух лет. А фактически может быть и сокращена. На самом деле никто на сегодняшний день просто не знает оптимательной длительности. Все знают, что больше двух лет не надо. Профилактическое лечение больше одного года тоже, наверное, нецелесообразно. А вот все остальные варианты, они могут обсуждаться. И у нас есть некоторые случаи, когда пациенты очень рано прекращали лечение по разным поводам, из-за нежелательных явлений, просто из-за социальных каких-то причин. И эффект держался очень долго. Так что это предмет сейчас изучения, как долго мы должны лечить, как быстро мы можем завершить лечение безопасно для пациента. Но тем не менее этот вектор изучения имеет направление именно в сторону сокращения длительности лечения. Ну и я уже упоминал, обратная сторона иммунотерапии – это иммуноопосредственные нежелательные явления. К сожалению, на сегодняшний день иммунотерапия – это ускорение всех иммунных процессов. Это снятие тормозов. А ведь тормоза нужны для того, чтобы не было аутоиммунных, аутоиммунных сопояваний и аутоиммунных нежелательных явлений. И фактически они могут затронуть любой орган и систему. Вот если мы посмотрим про соотношение нежелательных явлений таргетной терапии и иммунотерапии, понятно, что красным здесь выделены те нежелательные явления, которые встречаются чаще, но спектр очень похожий. И есть некоторые нежелательные явления, которые чаще встречаются и при иммунотерапии, а не при таргетной терапии. И это миф, что иммунотерапия – это такое безопасное лечение. Иммунотерапия – это очень серьёзное лечение, которое может давать последствия, отдалённые последствия, даже после прекращения лечения. Если мы начали таргетную терапию, у нас появилось какое-то нежелательное явление, мы можем просто прекратить таблетку. Через неделю препарата не будет в крови, и нежелательное явление, как правило, оккупируется. Мы можем продолжить с чуть более низкой дозой, сохранить эффект и не активировать нежелательное явление. С иммунотерапией всё по-другому. Если это введение, это капельница, если мы ввели иммунотерапию, то обратно мы её уже никак не уберём. Её эффект может сохраняться длительно. У нас была ситуация, когда у нас после одной капельницы пациент лечил нежелательное явление в течение полугода. Правда, эффект сохранялся очень долго, но тем не менее для иммунотерапии эффект и нежелательное явление обладают одним и тем же механизмом. Поэтому у пациентов наличие иммуноопосредственных нежелательных явлений, как правило, несколько выше эффективность, чем у пациентов без нежелательных явлений. Это не значит, что без нежелательных явлений эффекта не будет. Эффект может быть. Однако в целом механизмы одни и те же, и одна и та же иммунная реакция может, скажем, вызывать витилиго на коже и приводить к уничтожению меланом. Это могут делать одни и те же клетки. Поэтому при иммунотерапии, так же как при таргетной терапии, надо очень тщательно мониторировать нежелательные явления. Надо иметь постоянный контакт с врачом, надо своевременно обращаться. Все тяжелые нежелательные явления от иммунотерапии, которые заканчивались летальными исходами, они происходили в том случае, если лечение начиналось несвоевременно. Это ключевой бич не только у нас в стране, это по всему миру так. Любой рассказ о случае нежелательных явлений, закончившихся неблагоприятно, начинается с того, что пациент несвоевременно обратился, не вовремя получил помощь. Существовали какие-то причины, причин может быть масса, но лечить нежелательные явления надо своевременно. Надо иметь контакт с врачом, который проводит эту терапию. Надо знать, какие бывают симптомы. У нас на сегодняшний день есть достаточно много информации по поводу этих нежелательных явлений. Про них надо активно спрашивать. При получении препарата можно посмотреть. Есть брошюры пациентов, они выпускаются компаниями, которые выпускают препараты. Там достаточно понятно всё написано. Самое главное, что если что-то случилось, не стесняйтесь спросить врача, связано это или не связано. Может это быть нежелательным явлением или не может быть это нежелательным явлением, потому что своевременное обращение, как правило, решает массу проблем. Кроме того, на фоне всей этой терапии, особенно сейчас, в условиях пандемии, мы можем получить взаимодействие нежелательных явлений иммунотерапии, а некоторые из них очень похожи на то, что делают ковид, это ицетокиновая шторма и пульмониты, от которых, собственно говоря, есть проблемы с этой инфекцией. Поэтому в данной ситуации надо особо бдительно относиться к пациентам, которые получают это лечение. Для иммунотерапии мы, например, медикам пациентам даже специально делаем перерыв, потому что эти перерывы не приводят к ухудшению ситуации, но мы можем переждать эпидемию, например. При таргетной терапии, если появляются симптомы, эти препараты могут и взаимодействовать с лечением, и взаимодействовать с инфекцией, и непредсказуемым образом изменять течение заболевания, утяжелять. Их тоже прерывают в этой ситуации для того, чтобы избежать именно нежелательных явлений, потому что, как правило, перерывы до месяцев таргетной терапии, до трех месяцев иммунотерапии не приводят к ухудшению эффекта или отмене этого эффекта. Эффекты сохраняются. Но, тем не менее, мы можем совершенно спокойно, у нас будет время, и будет достаточно безопасное окно для того, чтобы либо лечить инфекцию, либо пытаться избежать этой инфекции. Что касается токсичности, мы привыкли, что у нас химиотерапия – это один из самых токсичных видов лечения, иммунотерапия – это в массовом сознании, это что-то такое легкое, нетоксичное. Ну вот, посмотрите, шкала, которая отражает эффективность одновременно с безопасностью лечения. Итак, по оси Х у нас эффект, чем более вправо, тем выше эффективность лечения. По оси У у нас нежелательное явление. Чем ниже точка стоит на этой оси, тем больше нежелательных явлений. И мы видим здесь, что, например, химиотерапия – это одно из самых безопасных, но и самое неэффективное средство в лечении заболевания. Да, эффект у неё есть, но этот эффект проявляется далеко не у всех. Иммунотерапия, иммунотерапия антипедиадин препаратами – это самое безопасное, при этом одно из самых эффективных средств лечения. Поэтому очень часто именно с неё начинают и профилактическое лечение, и лечебную терапию. Таргетная терапия – это одно из самых эффективных средств, хотя с безопасностью у него не такой уж сильный. Но заметьте, монотерапия и комбинированная терапия по безопасности, они очень близко находятся. По сути, добавление нового препарата не сильно увеличивает токсичность. Комбинированная иммунотерапия показывает не очень хорошие показатели безопасности, но очень хорошие показатели эффективности. Здесь показатели эффективности рассчитаны на полгода. Если бы картинка рассчитывалась на год и два, то самым эффективным лечением была бы именно комбинированная иммунотерапия, потому что на сегодняшний день именно она дает длительный, хороший эффект. Таргетная терапия, к сожалению, теряет свои позиции после года лечения и начинает уступать иммунотерапии. Другие препараты, вы видите, то, что мы сейчас не используем, это мегингибиторы, редко используется в монотерапии с ТА4-ингибиторами, такими как эпилюмаб. Это менее эффективно и менее токсично. Но эпилюмаб остается в виде монорежима тоже в составе компонента противопухолевого лечения, в составе последовательного лечения, например, после антипедиа 1-ингибиторов или в составе комбинированной иммунотерапии. Итак, несколько слов про химиотерапию. Химиотерапия – это недостаточно на сегодняшний день эффективный способ лечения, но тем не менее это способ лечения, который в некоторых ситуациях оказывается очень полезен и единственной возможностью получить эффект. Что надо сказать? Это неэффективный способ в профилактическом лечении, он ухудшает результаты лечения. Не надо при отсутствии опухолевого чугов назначать химиотерапию. Это категорически неправильно. Химиотерапия менее эффективна, чем таргетная терапия иммунотерапии. Не надо оставлять более эффективное лечение на потом. Более эффективное лечение должно быть назначено сразу, тогда его эффект будет максимальным. Другое дело, что у нас бывают ситуации, когда пациент получил и таргетную терапию, и иммунотерапию, и они оказались неэффективными. К сожалению, такие ситуации бывают. У нас иногда получается вновь получить эффект от терапии, скажем, после трёхмесячного перерыва на фоне таргетной терапии. Иногда в этот перерыв очень хорошо ложится химиотерапия, которая увеличивает свою эффективность почему-то после того, как была приведена таргетная терапия. Мы получаем эффект и на таргетной, и на химиотерапии. И если эффект химиотерапии прекращается, мы вновь назначаем таргетную терапию, вновь получаем эффект. Вот такое чередование эффективности, оно доказано, имеет биологический смысл, оно имеет клинический смысл. И в такой череде событий химиотерапия подчас играет неоценимую роль. У пациентов, у которых нет браво-мутации, мы видим гиперпрогрессирование на иммунотерапии. Такое, к сожалению, иногда бывает. Химиотерапия также остаётся единственным способом как-то сдержать эту неправильную иммунную реакцию, чтобы потом попытаться получить эффект. Поэтому в тех ситуациях, когда таргетная терапия и иммунотерапия неэффективны, химиотерапия остаётся важным компонентом лечения меланомы кожи даже на сегодняшний день. Что надо сказать? От чего у нас зависит эффективность лечения? У нас зависит эффективность от соблюдения принципов применения лекарственного лечения. Нам надо проводить лечение рационально, то есть начинать с того лечения, которое более эффективно в данной конкретной ситуации. Нам надо последовательно проводить лечение. Не всегда имеет смысл чехарда переключения с одного препарата на другой, потом на третий, без оценки эффекта, бессознательное переключение. Единственное, когда мы можем действительно поменять лечение, то есть по каким-то причинам началась химиотерапия, но тут появилась современная таргетная терапия или современная иммунотерапия. Вот здесь мы можем переключаться. Это считается правильным, это улучшает результаты лечения. В остальных случаях переключение должно быть обосновано, и, как правило, под ним должны лежать какие-то факты медицинские для того, чтобы это всё сделать. Мы должны обязательно соблюдать принцип безопасности лечения. Нельзя продолжать лечение, несмотря на нежелательные явления. Если есть необходимость прерывать лечение, это должно быть сделано, особенно по поводу нежелательных явлений. Если есть необходимость снизить дозу препарата, не надо думать, что мы можем потерпеть и продолжить, потому что лечение будет более эффективно. Это закончится более тяжелыми нежелательными явлениями, которые потребуют полного отмена лечения. Поэтому для таргетной терапии доза и для химиотерапии доза могут быть редуцированы, лечение может быть отложено. Это нормальная ситуация в плане лечения. Таким образом решается вопрос с безопасностью. Для иммунотерапии, я уже говорил, безопасность иногда требует от укладывания лечения до трёх месяцев. Я понимаю, что это пациентам очень тяжело психологически, но если мы продолжим в этой ситуации, мы можем попасть в жизнеугрожающее нежелательное явление, которое вообще отменит необходимость применения иммунотерапии. Человек останется и без лечения эффективного, и может остаться в результате выраженной терапии этих тяжёлых нежелательных явлений, с другими проблемами, которые не дадут лечить основное заболевание. Безусловно, комплексное лечение имеет больше перспектив, чем каждый из методов по отдельности. Поэтому рациональное сочетание препаратов должны применяться. Скорее всего, у нас будут изменения в каких-то планах лечения. Возможно, где-то будет нащупан путь, как правильно сочетать таргетную терапию и иммунотерапию в ближайшее время. Безусловно, имеют перспективы хирургическое лечение, но когда мы применяем лекарственную терапию, особенно по поводу распространённых изменений, это лечение очень нишевое. Например, когда мы говорим о метастатическом поражении головного мозга, безусловно, надо влиять какими-то средствами быстроэффективными. Это и хирургическая операция, и стереотоксическая лечевая терапия, и эти очаги это позволяют глобально изменить судьбу пациента. Безусловно, какие-то отдельные циторедуктивные операции могут быть полезны, особенно после того, как лечение проведено и остались какие-то остаточные изменения. Однако, опять-таки, это вопрос рациональности, вопрос комбинации наиболее оптимальных лечений в данном конкретной ситуации. Итак, подводя итог некоторой беседе, мне хотелось бы сказать, что да, на сегодняшний день применение лекарственной терапии при леномном существенно повысило эффективность лечения. Оно позволяет нам рассчитывать на то, что некоторых пациентов мы можем вылечить на любой стадии, однако доля этих пациентов пока не так велика, как нам хотелось бы. У нас появилась возможность достижения длительного и стойкого контроля над болезнью. И для того, чтобы нам достичь тех результатов, которые мы имеем, конечно, нам надо соблюдать принципы проведения лекарственного лечения. Спасибо за внимание. Продолжение следует...